Добрый день! Вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на нашей странице в Фейсбуке. Я напомню, что каждую среду мы обсуждаем публикации медиаресурса «Проект». Они именно в этот день и выходят, в среду. Так что мы сразу по горячим следам с вами об этом говорим. И сегодняшняя публикация – это портрет. Портрет главы Верховного Суда России Вячеслава Лебедева. Примечателен он тем, что он еще более вечный, получается, чем Путин. Он руководит российским правосудием уже более 30 лет. Пережил четырех президентов. И как ему все это удается, мы спросим у Александра Соколова, одного из авторов публикации. Александр, с нами сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте! Добрый вечер! В чем Лебедев рекордсмен? Я так понимаю, что он в нескольких номинациях рекордсмен. Ну да, он самый старый судья, самый древний, скажем так, руководитель какого-либо судебной структуры. Ну и, собственно, он Верховным Судом руководит 30 лет. Он вообще-то рекордсмен из таких ходонтов, можно сказать, политической арены. В федеральной власти он пребывает дольше всех из действующих высоких чинов. Ну и, соответственно, возникает интересный вопрос. А почему, как это ему удается? Да, как это ему удается? А, Стив, вот вы в материале... Четыре президента, да, и две конституции. Да, в материале вы описываете его карьеру, его биографию, и говорите о том, что в какой-то момент начался стремительный взлет. А с чем связывают взлет его карьеры? Ну, был взлет в середине 80-х, и наши собеседники достаточно четко указывают на то, что он был, скажем так, удачно вышел, женился. Его супруга, она приходится родственником, одному из видных деятелей московского горком КПСС, и, соответственно, еще был членом ПРЦК. Правда, мнение расходится о том, как фамилия этого партийного деятеля. Одни говорят Гришин, другие... Вот, например, канал Незыгерь, он указывает, что это Соломенцев был. Но наш источник говорит, что это все-таки Гришин. Ну, скажем так, неформальный мэр Москвы того времени, если так переводить в параллели. Вот. Что еще интересно? Лебедев выносил политические приговоры, да? Это... Да, Александр. В частности, Световы тронул их семью, и другие правозащитники. И выносил их как надо, естественно, да, то есть обнаруживал совершенно какие-то дикие составы преступления в абсолютно безобидных лицах. Мы просто смотрели, почитали эти тексты, ну, художественные тексты, придирки о том, что там якобы идет крамол на тогдашний строй. Да, но это вы говорите еще о процессе 80-х годов. Это еще... Я для наших зрителей поясню, да. А вот когда все, собственно, начиналось? Ну, а потом Лебедев, как зарекомендовал себя таким образом, выйдет объединить на приговоры. Его продвинули уже тогдашние силовики. Продвинули его для того, чтобы он проводил судебную реформу, как нужно. А в первую очередь нужно было от него то, чтобы он свернул выборность судей и подчинил судей президенту и его администрации. Вот что, собственно говоря, Лебедев и сделал. Если еще Зорькин как-то трепыхался, он искал компромиссы, пытался заменить президента с парламентом и вообще, в принципе, отставил независимость действительно судебной власти. Ну, по крайней мере, тогда. Сейчас он уже, естественно, в другую позицию занимает. И, в общем-то, это не удалось. Лебедев занял позицию абсолютно пропрезидентскую, провластную. Отсижился в кустах в октябре 1993 года, когда расстреливали парламент. Ну, и тогда судебной системе показали ее место. Ваше место возле одного, так сказать, как в известном фильме. Хотели разогнать вообще Конституционный суд после его решения о том, что расстрел Верховного Совета в 1993 году это абсолютно незаконный переворот. Но Конституционный суд сказали, «А мы вас тогда распускаем, приостанавливая ваши деятельности». В данном случае я не точно. А Лебедев где был? А нигде он не был. Сотни людей погибли в Москве, а где суды были? Не было судов. Вот, пожалуйста, мы имеем судебную систему, которая зародилась в тех временах. Ну, вот интересно, и в самом начале статьи вы это отмечаете, что Лебедева переназначили на очередной срок прямо перед московским делом. То есть делом, связанным с массовыми протестами в Москве. Есть тут какая-то связь? Конечно, есть. Вот из года в год мы видим, что Лебедева назначают, ну, точнее, так совпадает, конечно, это вряд ли прямо связано, но так совпадает, что в 12-й год это было золотное дело, в 93-й год я упомянул, там были, конечно, процессы более глобальные, а сейчас это московское дело. Ну, кстати, тут интересный факт, что в 11-12-м годах Лебедев очень просил, чтобы обслуживал специальный отряд летный президентский России. И действительно, ему выбили самолетом спокойно летать по всему миру и, в общем-то, это расценивать как одна из таких привилегий, которые он добился, благодаря тому, что судьи принимали нужные решения. Собственно, это ключевое. Чтобы суды были послушны, чтобы они обслуживали правящую битву, правящую бюрократию. Конкретно в 11-12-м году вопрос был о фабрикации выборов. Ну, тогда выборы тотально публиковались, как и раньше, собственно. Но это стало просто очередным многим, потому что впервые стали публиковать первичные данные участковых избирательных комиссий. Люди могли сравнить, что, собственно, они на руки получили документы, что публиковано на сайте цикла. И оказалось, что разница, разница. Просто тупая фабрикация. Люди побежали в суды, заваливали это просто вещественными доказательствами. А суды, естественно, приняли нужное решение, отказать. Ну, и людей потом строили провокацию, полиция строила провокацию на 6-й марш миллионов, людей избили. Суды посадили, естественно, не полицаев, которые избивали, а рядовых граждан, которые вышли на разрешенную демонстрацию. Вот, пожалуйста, пример. А у Лебедева вообще были реальные соперники, которые могли занять этот пост? Ну, из года в год там какие-то, скажем так, клоуны появляются, которые изображают конкурент, ну, типа демократию, вот судью даже демократично избирает сообщество якобы. Ну, на самом деле, это профанация. Понятное дело, что судью назначают решение о назначении и подлиннее его полномочия и поднимает, ну, в данном случае, Путин лично, он важен для Лебедева, важен Путина, он разруливает некие конфликты внутри вот этой клановой системы, там, ну, один, там, Петров поссорился с Сидоровым из-за каких-то бабок, там, накатал на него какое-то дело, состряпали его, сажают, надо как-то разруливать. Ну, привлекает Лебедева вот как вот такое, ну, как в муфиозном каком-то клане вот есть некий арбитр, который разрешает споры. Вот, это также вот нам рассказали собеседники. Ну, то есть, Путин его привлекает вот к таким делам или он ему нужен для решения каких-то политических вопросов? Ну, в том числе, конечно, политических вопросов, ну, например, он вмешивался в дело Старчака, он, Лебедев конкретно, он, так сказать, обступил по полной программе силовиков в деле Васильева, которая там стырила миллиарды и из-за этого ничего не было, даже практически не отсидел ни одного дня в колонии. Абсолютно беспрецедентный случай, когда назначили домашний арест по целому составу тяжких уголовных преступлений. Ну, по практике судебной мы просто этого не видим, других таких особо прецедентов. Ну, а у нее VIP было обслуживание, как говорится. И вообще, если посмотреть статистику, которую мы внимательно изучили, шанс, вот обычный гражданин, на него наезжает в бракаре, какие-то претензии предъявляет, шанс доказать, оставить свою правоту в суде, он стремится к нулю, он меньше пяти процентов. В зависимости от того, гражданское, административное дело, неважно, меньше пяти процентов. Допустим, по уголовному делу, это вообще 0,4 процента. Человек жалуется, ну что делать? Путин говорит сейчас, идите в суд, вы там добьетесь справедливости, жалуйтесь. Человек приходит, суд его, естественно, от футболи, вот он жалуется, 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 доходит до Верховного туда. Казалось бы, вершина инстанции, где тебя наконец-таки выслушают. А нет, оказывается, что в Верховном суде лишь одна из 340 жалоб удовлетена будет. Причем это последние годы западения. Раньше было пять лет назад одна из 130, то есть уже примерно в 2,5 раза, в 2-3 раза упала вот эта вероятность того, чтобы удастся добиться полябивости Верховным судем. Нет правосудия. Итог какой? Да, но очень много интересных деталей в этом портрете, конечно, мы не будем все рассказывать, чтобы наши зрители почитали статью, мы, как всегда, ее опубликуем в комментариях к этому эфиру. Я просто хотела еще два момента уточнить таких любопытных. Во-первых, как я поняла, у него такое дорогостоящее хобби есть, он ездит на сафари, правильно? Ну, это, якобы, пошло с советских времен, когда это был Петертина, мы знаем Брежнева как братного охотника. Вообще, Вячеслав Михайлович Лебедев достаточно, с одной стороны, честный относительно нынешней элиты, потому что он еще старый советской закалки, когда были хоть какие-то принципы бюрократии, сейчас просто не стало. С другой стороны, он достаточно, ну, осторожный, ее называть, не буду какие-то более радикальные характеристики давать, которые нам собеседники сообщали. Он просто боится потерять свое место, боится, что соответствует эту структуру, которую он создавал, он властный человек, то есть он стремится, чтобы все было под контролем, чтобы все было хорошо, спокойно, поэтому опасные связи для него излишне, хотя мы и видим, что были какие-то сделки с недвижимостью, непонятно, там, как-то бандиты потом получали это на Барвихе в начале нулевых, останавливался в каком-то непонятном этом самом отеле в Сачах, где он любит отдыхать, опять же, у человека, который сейчас осужден, Зыринов, некий бывший единоросс, который обвиняется в убийстве. Вот, были какие-то связи, но в целом большого богатства мы не нашли в сравнении с нынешними путинскими вот этими олигархами. Нет, обычный бюрократ. Ну и последняя деталь, которая меня интересует, действительно ли он в чем-то стал прототипом стиляги Мэла из фильма «Стиляги»? Ну, это в юридической среде такие шутки ходят. Да, потому что, так сказать, не очень его уважают, скажем так, в юридической среде. Если обратить внимание, фотография, например, размещена, где он читает текст, он крупными буквами написан. Ну, потерял хватку, теряет все-таки хватку человек. Поэтому нужен какой-то сильный авторитетный человек, который действительно бы представлял судебную систему, чтобы судебная система действительно что-то значила, чтобы суд что-то значил. А человек, который послушно выполняет любые приказания, он в итоге превращается в нечто такое унылое. Вот унылость, она и приводит к тому, что человек просто усмеивает уже. спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Александр Соколов, один из авторов публикации такого большого обстоятельного портрета Вячеслава Лебедева, который уже более 30 лет командует российским правосудием. Как именно он командует, мы об этом частично рассказали, но все остальное вы сможете прочесть в публикации медиаресурсопроекта. Я напомню, что мы обсуждаем эти публикации каждую среду. Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь. До встречи.